Когда вы слышите слово «озеро», вы, наверное, тут же представляете себе тихий водоем, где можно плавать, ходить под парусом или просто сидеть и наслаждаться его умиротворяющей красотой. Но сегодня я хочу рассказать вам об озерах, рядом с которыми я бы совсем не хотел оказаться, а уж чтобы окунуться в них, фу, тем более. Номер один. Озеро Карачай, Россия. Озеро Карачай известно как самое загрязненное место на планете. А все потому, что в 50-х годах его использовали для слива радиоактивных отходов. В течение 60 лет в нем копились ядовитые вещества, сделав его радиоактивной угрозой для всего живого. Даже если вы постоите на его берегу в течение одной минуты без защиты, вы рискуете серьезно заболеть. А пребывание в течение одного часа смертельно. Но на самом деле никто не имеет права посещать это место без специального разрешения. Не знаю, как вы, но я бы точно туда не поехал, даже если бы у меня появилась такая возможность. Номер два. Озеро Лангатсо, Тибет. Нельзя рассказать об озере Лангатсо, не упомянув его соседа. Озеро Моносоровр. А все потому, что в этой паре тибетцы видят воплощение тьмы и света. И вот почему я их сравниваю. Моносоровр – это пресное озеро, в котором водится много рыбы, и местные жители считают его даром богов. При этом Лангатсо настолько соленое, что в нем не могут выжить ни водоросли, ни рыба. И поэтому тибетцы считают его отравленным. Само озеро не так и опасно, только если вы не боитесь соли. И вы даже можете войти в его воды, просто оно безжизненно. А вы решились бы в нем поплавать. В данном случае название говорит само за себя. Это озеро находится в национальном парке Морн-Троа-Питон в Доминике. И температура у его берегов достигает 92 градусов Цельсия. А в центре водоем еще горячее, поэтому вода там кипит и пузырится. Хотя озеро кипит не всегда. Иногда оно становится обычным вулканическим озером, рядом с которым можно сделать красивые фотографии и быстро в нем окунуться. Я говорю «окунуться», потому что плавать в озере категорически запрещено. Горячая вода может подняться из глубин на поверхность в любой момент, и поэтому каждая минута, проведенная в озере, подвергает вашу жизнь опасности. Номер 4. Озеро Натрон, Танзания Достаточно взглянуть на красноватый оттенок озера Натрон, чтобы понять, что с этим водоемом что-то не так. Во-первых, температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия, а красный цвет озеру придает соляная корка. И вода в нем не пресная, а соленая. Во-вторых, его уровень по аж примерно 10,5. Из-за его щелочного состава лишь немногие виды рыб могут в нем выжить. На самом деле, если вы даже прикоснетесь к его воде, вы можете получить серьезный химический ожог. Пугающий вид озеру также придают останки птиц и животных, которым не посчастливилось оказаться рядом. И все же это озеро очень живописно, и туристы с удовольствием посещают его. Номер 5. Озеро Хоршу, Калифорния, США Обычно озера окружают густые леса и пышная растительность, но в окрестностях озера Хоршу вы найдете только мертвые деревья. Этот водоем относится к самым опасным в мире из-за выбросов углекислого газа. Чтобы сообщить путешественникам о потенциальной угрозе, на дороге расставлены десятки предупреждающих знаков. И если вы решите проигнорировать эту информацию, то рискуете задохнуться из-за отсутствия кислорода. Возможно, все-таки лучше развернуть машину, как вы думаете. Номер 6. Озеро Ньос, Камерун Озеро Ньос – это одно из трех взрывающихся озер. Другие два водоема – это озеро Манун, тоже в Камеруне, и озеро Киеву в Демократической Республике Конго. Минутку, вы хорошо расслышали? Да, это озеро взрывается. Не как бомба или снаряд. На его поверхности вы не увидите вспышек огня. Но запасы диоксида углерода на его дне очень опасны. И даже небольшое землетрясение может привести к выбросу газа. Именно это произошло в 1986 году и привело к гибели большого количества людей. Газ, растекаясь от озера по горному склону двумя мощными потоками, распространился на расстоянии 27 километров, убив все на своем пути. К счастью, в начале 2000-х годов правительство Камеруна установило систему дегазации озера. Однако постепенное разрушение природной дамбы, которая ограничивает озеро с севера, может вызвать ее обрушение и затопление всех окружающих территорий. Номер 7. Озеро Озарк, Миссури, США Эта туристическая достопримечательность, расположенная в центре штата Миссури, хранит страшный секрет. Озеро Озарк ядовито. Несмотря на тот факт, что туда прибывают туристы со всей Америки и даже из других стран мира, концентрация кишечной палочки в его воде настолько высока, что вы можете заболеть, просто искупавшись в нем. Многие пляжи озера были закрыты из-за бактериологической угрозы, и власти Миссури постоянно следят за ситуацией. Источником загрязнения являются сточные воды, которые поступают прямо в озеро. А это действительно опасно, ведь кишечная палочка очень вредна для человеческого организма. Так что имейте это в виду, если собираетесь провести отпуск на этом озере. Номер 8. Озеро Мичиган, США Кто бы мог подумать, что одно из великих озер Северной Америки окажется в этом списке? И хотя изображение озера можно увидеть на миллионах сувенирных открыток, оно совсем не так безопасно, как кажется. Подводные течения в озере настолько быстрые, что вы не успеете окунуться, как что-то схватит вас и потащит на самое дно. Да, довольно страшно, верно? И хотя погода вокруг озера обычно очень ровная, само озеро относится к пловцам и яхтсменам совсем не по-доброму. Озеро Мичиган особенно опасно в октябре и ноябре, поэтому не стоит планировать его посещение на этот период. Номер 9. Озеро Киву, Демократическая Республика Конго Знаю-знаю, я уже упоминал это озеро ранее, но мне кажется, оно заслуживает больше пары слов. Так же, как и озеро Ньос, Киву относится к взрывающимся озерам и является одним из великих африканских озер. Но в отличие от Ньоса, Киву содержит не только диоксид углерода, но и примерно 55 миллиардов кубических метров метана. А это взрывоопасный газ. А теперь представьте, что где-нибудь поблизости произойдет землетрясение. Весь этот метан высвободится, и даже искры будет достаточно, чтобы произошел огромный взрыв, который сметет все на своем пути. Звучит прямо как готовый сценарий к фильму «Послезавтра». Номер 10. Озеро Шамплейн, Вермонт, США Воды озера Шамплейн не ядовиты, не содержат газов и совершенно нормальной температуры. Однако опасным его делают его обитатели. Дело в том, что в Шамплейне живут сотни, нет, тысячи миног. Миноги – это кровососущие паразиты, которые присасываются к своей добыче и питаются ее кровью. И да, бывали случаи, когда они присасывались к людям. Если вы когда-нибудь увидите миногу собственными глазами, вам вряд ли захочется, чтобы она присосалась к вашей ноге. В смысле, даже пиявке это неприятно. А представьте себе миногу, которая похожа на змею. Настоящий кошмар. Номер 11. Озеро Виктория, Африка На первый взгляд это озеро выглядит очень спокойным. Так, кто сказал, что оно может представлять угрозу? Ну что же, его назвали самым опасным озером в мире не просто так. Дело в том, что погодные условия над озером меняются так быстро, что даже опытные моряки не знают, когда их настигнет опасность. По Виктории, безусловно, ходят суда, но каждый рейс – это серьезный риск. В любой момент может образоваться водоворот или штормовой ветер и перевернуть корабль. Это точно не лучшее место для купания и парусного спорта. Теперь мне придется пересмотреть все свои планы на отпуск. Скажите, друзья, а вы знаете другие опасные водоемы, от которых лучше держаться подальше? Расскажите о них в комментариях. Если в этом видео вы узнали что-то новое, интересное и полезное для себя, поставьте ему лайк и поделитесь им с друзьями. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми.